Дата 5 сентября 1996 года Вошла в историю отечественной ПВО Как день, когда подразделения Зенитных ракетных войск Провели первые боевые пуски ракет Комплекса С-300 Задачу выполняли стражи неба 15-й бригады Все мишени были своевременно Обнаружены и уничтожены На предельной дальности Российские специалисты высоко оценили Мастерство своих коллег Россия прямо с восхищения Они смотрели на наших здоровых Белорусских ребят подготовленных Детишки выходили и смотрели Как белорусские парни пели наши белорусские песни Строивые Вызывало гордость Приятно было над шелком белорусской песни Я не буду говорить о том Когда возле нашей команды пункта Белорусский флаг Заступили на бою дежурства Сполнался гимн Белоруссии На командном пункте все было оформлено В традициях этого Это воспитание патриотизма Начиная с 2001 года Практику ежегодных крупномасштабных учений Возобновили и сухопутные войска Само название учения говорит о том Что подобные мероприятия Прежде всего предназначены Для подготовки подразделений и частей Тактики ведения боевых действий В различной обстановке В Советском Союзе На всех уровнях учений Требовали ставить исследовательские цели Ну а у нас Соответственно Строились вооруженные силы Независимого государства Ну конечно же Как без исследований На учении Неман-2001 Были отработаны вопросы Взаимодействия и совместного применения Вооруженных сил и других силовых структур Государства Организации территориальной обороны Подготовки резерв В военной среде Активно обсуждалась тема Целесообразности объединения В один вид вооруженных сил ВВС и войск ПВО Так вот на Неман-2001 Главная цель были созданы Исследовательские группы А как будет действовать Объединенная система Военно-воздушных сил И войск противовоздушной обороны И как раз вот исследования Показали, что да Мы на правильном пути Нет вопросов Надо решать И в этом же году К концу года Система была объединена И заработала Очередной этап проверки верности Принятых решений Прошел в ходе маневров Березина-2002 Тогда впервые Реально Применялись мобильные части К учению были привлечены Подразделения территориальной обороны Начали Когда отрабатывать Основы подготовки И введения операций Вооруженных сил Ну, чего греха таить Некоторые взяли Заменили слова СССР На Республику Беларусь Ну, я Начальником главного штаба был Почитал Ну, давайте сюда Карту повесили Ну, давайте Показывайте мне Тактическая зона обороны 60 километров Меряйте Брест Получается В тактической зоне обороны Так что Брест будем Если что Оставлять Гродно Что Бродно Вы что О чем Минск оказывается В оперативной зоне обороны Вы что Это стратегический путь Для нас Это ж не Москва Когда было И вот эти вещи Тоже исследовались В результате Скрупулезного анализа Всех составляющих Военной безопасности И выводов Касательно задач Армии Независимого государства Были образованы Западное И северо-западное Оперативное командование Вооруженных сил Раньше у нас были Корпуса Потом мы Переформировали Корпуса В оперативное командование Это не просто Изменение Названия Корпус Это чисто военная Единица Ну Выполняет задачи То оперативное командование Оно имеет Зону ответственности Полностью И отвечает За все В этой зоне Если сравнить Допустим Советским Союзом Это Нечто похожее На военный округ Во время Многочисленных Учений Опробировалась Также Новая И модернизированная Техника Войска Постепенно Получали Образцы Отечественных Предприятий Были модернизированы Танки Были модернизированы И бронетранспортеры Боевые машины Пехоты Самолеты МиГ-29 До уровня МиГ-29 БМ Су-27 Работал Как истребитель Его Научили Работать По земле Вертолеты Научили Работать В полной Темноте Была создана Система Наведения Авиации Спрут Такой системы Ну Были У американцев У россиян Но наш спрут Был намного Эффективнее Начиная с 2001 Года Строительство Вооруженных сил Окончательно Приобрело Плановый И системный Характер При этом Были намечены Конкретные Направления Реформирования Армии Одним Из Таких Я бы сказал Решающих Важнейших Факторов Почему Вот это Все нормально Произошло Это было Личное Руководство Главы Государства Как главнокомандующего Вооруженными силами Всеми этими Процессами Если Главнокомандующий Постоянно Научение Вникает В эти Модернизации И все остальное То это все И движется Поэтому Вот Важный Такой результат Что мы Имеем Свои Национальные Вооруженные силы К 2005 Году Реформирование Вооруженных сил В основном Было Завершено Утвержден План Строительства Армии И государственная Программа В оружии Развитие Военного Организма Продолжалось Высокими Темпами Но не только Оружием И техникой Сильна армия Главная сила Заключена В патриотизме Высоких Моральных Качествах Верности Воинскому Долгу Солдат И командиров Ее составляющих Армия Стала Школой Жизни Для тысячи Граждан Беларуси Но об этом В следующей серии Проекта Армия 100 лет История Редактор субтитров А.Семкин